Короче, интеграционные курсы подходят к концу. Там сейчас в классе собралась такая сборище с заговорщиком, преимущественно в основном женщины, потому что конец любых курсов всегда должен быть обусловленной какой-то пьянкой и заодно подарком для преподавателя. Поэтому сейчас они решают, поскольку мы скинемся. Но я слышал, что немцам нельзя дарить дорогие подарки. И меня очень радует. Они это очень плохо воспринимают. Надеюсь на Божью милость и снисхождение, что это будет хотя бы недорого. Что же это с этими женщинами не так? Мы просто заканчиваем курсы. Почему нужно сейчас поехать и потратить все деньги, которые есть на какой-то пир горой в честь окончания курсов? Каждому дали свое распоряжение. Мы тоже покупаем, торт готовим. Итак, пять конфетных палочек сладостей. Теоретически там лежит пять палочек, на которых что-то сладенькое. Но это что-то напоминает стекло. Я еще никогда не ел что-то напоминающее, так напоминающее стекло. Поэтому... Ага. А, это для чая. То есть макаешь ее в чай. А, черт возьми, это чтобы чай стал сладким. То есть не нужно теперь брать ложечку, лезть в сахар. Можно просто вот этой палочкой размешать, и будет тебе счастье в этой чашке чая. Ё-моё. Это же какая продвинутая технология. Надо будет непременно попробовать. Ну, честно говоря, хочется просто его облизать. Итак, сегодня я занес свой лексикон, или так называемый словарный запас. Новое слово. Звучит оно так. Гэштальт. Означает форма. Соответственно, производное от этого слова, гэштальтун, это дизайн, проект. И гэштальтен, это проектировать, формировать, наверное. Файн сукор. А? Что такое файн сукор? Крутой сахар. Шульдикон. Вступил мужику в место на инвалидной коляске. Так, о чём я? Так вот. Почему я об этом слове гэштальт? Вот я не могу понять, как немцы умеют вот так вот придумывать себе слова для своего языка. Вот такие вот одновременно и конкретно немецкие. Ну, если ты говоришь или слышишь слово гэштальт, ну, сто пудов ты понимаешь, что это немецкий язык. Что-то такое конкретно своё немецкое. Одновременно и глухое, и звонкое. Блин, я не знаю, по-английски powder. А, что, не переводит этот переводчик? Сейчас я посмотрю. Так, давай выясним, как будет сахарная пудра. Пудр, сука! Надеюсь, меня никто не стоит. Короче, так вот, вернёмся к гэштальту. Гэштальт. Вот одновременно и звонко, и глухо, и шипящее, и твёрдое, и мягкое слово. Как они так умеют? Не, ну, я понимаю, что вы сейчас думаете на меня какой-то дизайн о том, что я несу чушь какую-то. Но, поймите меня правильно, уже целый год изучать немецкий язык, но можно уже вальтануться на этих словах. А мы продолжаем закупаться на выпускной вечер. Блин. Я надеюсь, наши женщины не задумаются одеть выпускное платье ещё. А то их тоже придётся покупать. Вот мой любимый отдел. Путин-миньет. Путин-менструация. Путин-ёбер-куле. Ё-моё, ты представляешь? Путин-унтер-куле. Путин-брустфилет. И Путин-шницей. В каком виде тут Путин только не существует. Я в шоке. Зоуин из-за спортист сулкает. И да, я приветствую всех, кто меня понял. Но для всех остальных объясню. В этом отделе, блин, так холодно. Капец. Я такого холода не видел здесь даже зимой на улице. Сколько здесь холода. Вон, женщина работает. Так она уже замёрзла, синяя вся. Я не знаю, как это описать и почему мне это нравится. Но это капец полный. Это, короче, рыба. Ну, какая-то, скорее всего, что речная. Замоченная в уксусе. До такой степени она замочена в уксусе, что у неё растворились в этом уксусе все кости. То есть это, грубо говоря, жареная рыба без костей абсолютно. Потому что все кости растворились в уксусе. Такое впечатление, когда я её ешь, что ты ешь один уксус. Даже непонятно, чего больше, там, уксуса или рыбы. Но почему-то я люблю её. Не знаю, как это объяснить. Возьмём. Кстати, никогда не покупайте в Германии вот эти разноцветные яйца. Знаете почему? Да потому что они уже варёные. Вы избавите от себя от этого кайфа их приготовления. Но разве это такое годится? Зачем их варёные продавать? Это же прикол, их надо сварить. И, конечно же, не перепытайте их с вот этими разноцветными яйцами. Потому что это вообще не яйца. Это шоколад. Блин, находимся в отделе убийства. Сколько сладостей вокруг. Смотри, сколько всего сладкого в округе. И вот с этой стойкостью с той стороны то же самое. Понимаешь? Сколько всего, что может убить. Что может убить не только ваши зубы, а и жизнь к чёртовой матери. Глянь, выбирай на все вкусы, блин. Какую хочешь, сладкую смерть получишь. Или сахарный диабет, или ещё какой хи... Ух ты ж, ё-моё, ты глянь, что творится? Какая фройлайн. Чёрт возьми, я только что узнал, что сегодня Хэллоуин. Блин. Это страшный удар по моей экономике. Берём пиццу. Думаю, может где-то такую шорную пиццу взять картошку. Я на картошку фри езжу. Давай. Ой, вот ту картошку, что там, она же говно. Она её есть не будет, я тебе отвечаю. Это не картошка фри, это парнуха какая-то. О, мой ангелсваген is full. В этой тележке сейчас где-то 150 евро. Блин, это страшный удар по самолюбию, блин. Я страшно не люблю тратить деньги. Я люблю их коллекционировать. Когда они шуршат в руках. А всё, что лежит сейчас в этой тележке, блин, она сначала шуршит у тебя в зубах, потом в желудке, а потом в унитазе. Блин, сколько бухла вокруг. А я ещё одну и ту же херню, которую всегда покупаю. О, ё-моё, а это что такое? Блянь, заспиртованная груша. Как безвы. Это типа пьёшь и сразу зато подожди. А как они туда её засунули? Вы что ходите? Это что? Это такой фокус, блин. Типа приколоться или они её там вырастили? Как? Как они туда засунули грушу, скажи мне? Или у них снизу где-то открывается что-то? Блянь, сумасшедшие люди. Блянь, 180 евро, блин. Если бы мне в Украине сказали, что я когда-нибудь выйду из магазина с такой тележкой продуктом и заплачу за неё 180 евро, я бы охренел, блин. А сейчас у нас, а с погоди, на один спокойный, нормальный день. Блянь, я просто в шоке. Читаю дословно. Это держит ни одной планеты Би. То есть, или... Или бы это не держит планету Би. Каждый при так же хочет мы на хальт, блин, нах, после хальт держать, после держания, всегда лучше быть. Это всё? То есть, что это значит? Да я, блин, переведу сейчас нормальным переводчиком. Блин, ну это просто капец какой-то. Так, перевод, блин, пошли. Итак, поехали. Нет никакой планеты. Я сгибкая планета Би, блядь. Всё зависит только от вас. Именно поэтому мы хотим становиться лучше в долгосрочной перспективе. Ганс бай аух. Всё зависит только от вас. Ну да, теоретический Ганс весь при аух. А, это не аух, это ойх. Это не так же, это вас. А, поэтому, поэтому волен хотим мы нахальт, вот это интересное слово, мы хотим становиться. Это нахальт, что ли, или нет? Лучшее в долгосрочной перспективе. Бесса лучше, има всегда. Верден быть. Нахальт. Долгосрочная перспектива, наверное. Блин. Вот такая херня, блин. Не знаю, когда я начну их понимать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова